Бонжур тебе, мой юный крафтолюб и тот, для кого не существует идеального пива, достойного его оценки в Антабте. С вами Народный Дегустатор и сегодня день будет посвящен новой пивоварне. Ну как, не новой пивоварне, новой для нас пивоварне, новым людям, интересным собеседникам и тех, кого вы давно просили. Итак, в гостях у Народного Дегустатора представители Харьковской зерновой пивоварни сейчас... Аааа, боже! Виктор и Игорь! Ну что ж, ребят, кто не знает Витю и Игоря, это ребята представители Харьковской зерновой пивоварни. Кто не знает Харьковской зерновой пивоварни, это город Харьков. Логично. Варят огромное количество интересного пива, я из всего пробовал фламинго розовый, который был розовый. Да, очень вкусное пиво, мне понравилось. Помимо этого, кто не знает Виктора, Виктор это дегустатор меда, на ютубе такой классный канал, интересный, где человек рассказывает о своей нелегкой судьбе пивовара. Очень интересной судьбе. Очень интересной судьбе пивовара, да, и не очень интересной судьбе представителя пивоварни, потому что документы и все остальное. Ну да. Итак, ну что ж, давайте так, Витя, как ты вообще попал в пиво, как ты начал весь свой путь пивной, немного истории. Ну, как все у тебя приходят, да, и начинают. Я люблю пиво, и я пивоварни. Ну, как-то так, да, люблю пиво, но с крафтом я вот познакомился буквально недавно. С крафтом у меня такие отношения... Натянутые. Ну, не натянутые, а аккуратные. Аккуратные. Люблю подходить основательно к делу, и пока не изучу со стороны весь вопрос, как бы не суюсь туда. Вот. А пиво любил просто вот выпить, когда хорошее пиво было, когда Роганский пивозавод настолько открывался, и там было новое пиво, новые линейки, там веселый монах, монастырское. Это было шедевральное пиво, конечно. А потом стал замечать, что у меня какая-то непереносимость организма, все как-то голова начинает болеть. Бутылочку пьем и выпиваю, жуткие головные боли. И это не возраст. Да, грешил, что все, уже старею, как бы надо завязывать с алкоголем. Вот. Жуткий, там, бежал сразу на космодром проверять ракетные двигатели. Вот. Надо завязывать с пивом. Все. 8 лет не пил. Просто вот вычеркнул из себя, нету такого напитка пива вообще. То есть, ну, как-то игнорировал его. Потом как-то вот начал на ютубе появляться контент, что люди сами дома варят. Мне так заинтересовало. Как? Дома? Да это же заводы какие-то там, спецоборудование. Вообще невозможно нифига. Посмотрел, ничего сложного. Кастрюля, там какая-то фильтр-система простенькая. Ничего вообще сложного. Делаем. Кастрюля. Наварил. Ну, сейчас понимаю, да, пиво так себе было. Но, во всяком случае, у меня не болела голова и не было позывов к космодром. Да. Прямо вот от души отлегло. Здоровье-то нормально, это проблема-то... С пивом. В некачественном продукте, да. Все, и понеслась, начал варить, больше вникать в эту систему, какие там сорта бывают, начал угощать друзей. Проверять. Игорька, да, моего сооснователя. Сооснователя, да. Да, и вот решили мы как бы варить дома. Потом не стало хватать этого пива. И дома. И дома не стало хватать. Вообще купили там вот эти 30-литровые ферментеры. Ну, естественно, процесс пивоварения, ну, затирания идет там 6-8 часов. То есть выходные выгонялись все с кухни. Со скандалом. Семья голодала, зато у Вити было хорошее пиво. Нет, серьезно, так, Витя, нам кушать хочется. Сейчас, сейчас, быстренько доснимаем, и все. На сухпайке все были. А снимать-то начал, ну, ради интереса. Мы сейчас к этому придем. Я просто как-то ввал в пиво. Да, и пиво вот начал варить, то есть выходные наваривал два ферментера, субботу-воскресенье, три недели ходили, облизывались, потом карбонизация. Раз и разлетались эти бутылки. Нету. Друзья, давай еще, мы все забираем. Давай. Уже наперед стали заказывать следующие варки. Ну что, открываем? Ну, да. Надо открывать. Ну, как-то вот пришли к идее все-таки открывать пивоварню. Вот. И только потом, как бы, домашние сорта, я уже практически мы начали открывать пивоварню. Встретились там, я познакомился с Олегом Агафоновым. Привет, Олег. Принесли ему пиво. Я там думаю, сейчас удивлю ему такое вот пивко с гречкой. Попробовал? Ну да, неплохое, по бочке нету, все нормально. А другие ребята пришли и принесли какую-то... Трипель, кажется. Трипель или IPA. Что-то такое. Ну, такое ароматное. Я нифига себе, что это такое? Да, вот, хмель, там, четыре хмеля. Как так получается? Вообще, начал нюхать. Просто не могу оторваться. Блин, вкус, наверное, невероятный. Попробовал. У меня вот здесь вот это все свело, оскомино. Горечь дикая. Как это бьют вообще? То есть у меня вот такое двойственное ощущение. Это как бы первое знакомство с крафтом. У меня не было такого, что я поехал туда, там, попробовал то, как вот у многих пивоваров и бергиков, которые познакомились сначала с крафтом, с пивом, с охмеленкой, там, со всякими. Нет, у меня... То есть я пришел сначала к хорошему пиву, к обычному, вот, без побочек. А потом только начал узнавать, что есть еще крафт. То есть я как бы потом вынырнул, блин, а тут целый океан, оказывается. А ты там в своем мире такой, да? Да, в ясельках. Да, вот, я тут уже пивовар, а тут бах и приведет. Дело в ясельках в таких вот, там, блукал, жигулевская, там, пшеничка, там, какое-нибудь такое. Игорь, ну а ты как? Как тебя? Я знаю, что ты постоянно за кадром, то есть тебя не слышно, не видно, но, чтобы вы понимали, это человек, благодаря которому вы видите вот этого человека. Скажи, как ты попал? Как тебя заманили, там, не знаю, крепостное право? Так вот, ну он меня с детства подобрал, можно так сказать, и все начиналось со спорта, самое смешное. Хотя и пиво, но спорт нас соединил. Вот, мы как бы, что Виктор, что я постоянно занимались спортом, и, грубо говоря, в спортзале-то и познакомились там. Вот, я вообще был маленьким еще тогда ребенком, грубо говоря, школьником, да. Как это было? Слышь, пацан, пиво, пиво варить хочешь? Да, со штангой, да, хочу! Точно! А пиве даже разговоров не было, кстати. А вообще не было разговоров, и когда мы уже, скажем так, я уже был в осознанном возрасте, и Виктор как бы занимался другими как бы интересными делами. Ну, тот у меня период был, когда я пиво вообще не пил, то есть вообще табу было. Да, мы с Виктором вино, да, любили как-то. Да, винишко, да. Да, вот мы на вине как-то в основном было, а пиво для нас было просто табу. Спорт-вино. Спорт-вино, да. Отлично! Нормально. Сейчас такие все вот эти, которые айронмен бегут, такие, о! А я тебе говорю, а я тебе говорю, здоровое питание, спорт и вино, все отлично. Не, я считаю, что надо именно в жизни именно жить и правильно, нормально. Это просто нормально, не надо вообще от чего-то отрекаться. Золотая середина. Да, золотая середина во всем. Хочешь мясо, ешь мясо. Час позанимался, час попил. Да, да, да. Все должны баланс. Вы прямо сейчас историю моей жизни рассказали. Вторник, среда, четверг, занятия, остальные дни пьем. Да, да. Дегустации. Да, да, да. И я был уже в осознанном, скажем так, возрасте и говорю, Виктор, ну, что-то надо же делать-то по жизни как-то, чем даже заниматься. И у нас много разных было вариантов, как бы чем заняться, как, что. И тут как бы созрели мы более-менее на один, скажем так, проект, но тут Виктор приносит пиво, надо его обмыть. И мы его пьем, такие, вот это да. Я помню, и такой, дорогая, закрывай эту нефтяную скважину, мы больше не копаем нефть, только у нас есть пиво. Переходим на другое бурение. Ищем солод под землю. Вот. И получается, Виктор принес пиво, мы такие все дружно попробовали, давай же угадывать, что это. А он говорит, так, ребят, это я в кастрюлюке сварил. Мы прикалывались долго над ним, он начал отбиваться даже. И мы просто не поверили. Мы вообще просто, были просто без ума от этого. Мы сразу так просто влюбились в это. Ну, конечно, да, непонятно, как можно сварить пиво дома, это с... Да, и вот Виктор говорит, так, ребят, давайте, может, пиво будем варить уже в профессиональном, скажем так, стиле. Я говорю, а почему бы и нет? И вот мы все, загорелись, и я полностью все, он как бронепоезд идет, я за ним, вот билет взял, за ним и пошел. И пошел. Ветхи только отридует. Да, я как просто за ним, и он... Ну да, там уже начали... Икона твоя висит, наверное, на пивоварне там. Не, все заходят такие, Виктор, Зачем ты сказал про Якун? Он что-то знает. Не, ну я же не Паша. Привет, Паша. Ну смотри, ты не проходил никакие школы пивоварения, ты самоучка, получается, дома на кухне ты научился варить пиво. Да, да. Скажи... У Варвара была школа. Ты ездил тогда, учился? Да, у Варвара. Но до Варвара ты же варил пиво. У Варвара я проходил курс, когда получал уже лицензию на пивоварню. То есть, ну я же, тот путь, когда ты начал варить первое пиво. Как это происходило? Ты же сказал, что в Ютубе посмотрел ролик и ты учился по Ютубу либо качал где-то что-то. Как ты это? Все вместе. У меня всю жизнь я такой, недостаток информации, я постоянно что-то читаю, смотрю, там, интересуюсь. А тут у меня загорелось, я прямо вот ааа, мое. И людям нравится. Блин, ну все, судьба. Я не могу, когда какие-то проблемы возникают в процессе, а я не понимаю, в чем это проблема. Какие-то косяки, почему так происходит, мне надо докопаться. то есть, так, какие книги? Ага, главачек, Лхоцкий пивоваренье, там, чешская старая книга, основа основ, скажем так. открываем, блин, формулы, закрыл, так, где бы еще информацию нарыть. YouTube, тот же самый, там, форумы всякие, ну, форумы особенно меня не впечатлили, потому что такие же, как я, собрались, и каждый от себя начинает что-то там рассказывать, да, да, нет, нет, это правильно, это неправильно, каша в голове вообще. Так, пометался, пометался, как и в YouTube, в принципе. Надо приходить к первоисточникам. Первоисточники, это что? Это техническая литература. Все, какая у нас техническая литература? Кунце, главачек, Булгаков, ну, не тот Булгаков, но я понял, Маргарита, хотя тоже, тоже неплохо пишет. Неплохо пишет. Биохимия солода и пива. У Кунца технология солода и пива, у него биохимия солода и пива, да. Ну, там уже совсем сложно. То есть, я прочитывал книгу раз, второй, третий, блин, вообще, то есть, по крупицам. И со временем я же читал и варил, практиковался, читал, варил, практиковался. Я уже стал понимать, о чем там вообще пишут. Чем больше понимал, тем лучше начал разбираться, какие бывают там стили пива, сорта пива, солод, ингредиенты, что на что влияет, какие побочные продукты могут происходить на каждом этапе производства. Все больше, 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 больше. А когда пивоварня, то есть, я все остальное отмел, жена, крыша течет, унитаз засорился. Женщина, я занимаюсь. Женщина, я занимаюсь, да. И начал профессионально углубляться, как крот, врываешься, врываешься, и потом все больше и больше. Главное, не останавливаться, как в изучении иностранных языков. То есть, каждый день, но понемножку. Кстати, с иностранными языками так туго у меня. с пивоварением нормально, да. То есть, это мне вот по душе, я тащусь от этого, и мне интересно. И как бы основную часть, скажем так, базу пивоварения я как бы уже усвоил, впитал. Первое пиво, которое ты сварил дома? Первое пиво, которое я сварил, это был шотландский Эль. Потому что я в пивке варил его. В килте. Не в килте. Я считал, что это шотландский Эль. Просто это я посмотрел там, ага, схема там, две паузы, нормально, пойдет, что там надо, больше ничего не надо, солод, две паузы, там хмель какой-то простенький кинул, нормально. Ну, сварил. А теперь первое пиво, которое получилось. Первое пиво, которое получилось, это наверное пшеничка, да, вот что у меня какая-то направленность пошла по пшеничке, что это первое, что все сказали вау, это что? Ну, это вот по типу Хугардена. Да, Хугарден вообще, далеко где-то идет. И меня так вдохновило, нифига себе. Это был я. Да, получается. Сколько, но расскажи теперь, давай копнем глубже, сколько было слито неудачных экспериментов? Ты знаешь, с этим вот интересно вообще? Не очень много, не очень много, в домашнем пивоварении. Все заходит, да? Ну, практически все, у меня не было, то есть первое, что я понял, что это самое главное чистота и дезинфекция. Вот это база вообще всего. И как вот енот полоскнул, руки все, так, ага, отвернулся, блин, что-то там стряхнул, а, блин, опять руки туда. И все, все эти шлангочки, все это стерилизовал, тоже сначала не знал, чем сначала йодом там, это ужас, конечно. Потом понял, что там перекись водорода, спирт хорошо действует, там кипяток обычный, то есть ничего там выдумывать не надо. Все. И поэтому у меня как бы с чистотой и дезинфекция все нормально и ну, дома там может один раз я слил, вылил пиво, потому что, ну, даже не из-за того, что где-то накосячил, а из-за того, что думаю, ламбик. Хорошо звучит. В огород, вытащил этот кулшип такой, да, все, оставил, потом прихожу, там у меня... Коты там тебя пьют. Нет, там какая-то мохнатая медуза выросла, пытается меня задушить, закрыл быстро, вылил. записать там дневник Виктора Юхно день первый, ламбик мы больше не варим. С такими вот спонтанными сортами, конечно, надо очень осторожно, не везде, не каждая территория приспособлена для этого, и все равно надо контролировать как-то этот процесс, знать места какие-то, или все-таки засеивать какие-то культуры, которые способствуют этому, потому что не везде может вырасти что угодно, и потом это вообще страшно пить, и стоит ли вообще это пить. Поэтому я так, отложим в дальний угол, не забываем, отложим в дальний угол, пока сосредоточимся на классике. Классика это базовое, что все понимают, все пьют. У нас единственная проблема, что классика вся, ну вот годы Советского Союза, они как бы вот эта монополия, она не идет, ничего хорошего не дает. Потеря качества, ограничения по сортам, то есть светлая, полутемная, темная, там Жигули, мартовская какой-нибудь, ну все, ничего больше нету. Ну и естественно, если ничего другого нету, естественно, качество теряется, потоки идут, люди все равно пьют, добавляется там уже несложенка дикими порциями, так как она не осалаживается, не осахаривается, туда льются ферменты эти в диком количестве, ну то есть качество падает. Потом это все сбраживается, я там разговаривал с технологом, нужна была партия, не буду говорить на каком заводе, нужна была партия, срочно большая партия пива там на экстра, куда-то нету, все, кончилось пиво, все, повышаем температуру, лагер у нас за три дня сбраживает, нормально, фильтруем, прозрачный, пошел. То есть в каком качестве можно говорить? То есть неудивительно, что сразу там от одной бутылки жуткое давление, опять-таки космодром, и вот люди сейчас, которые я сейчас готовлю тот же забутый смак, Харьковский лагерь, кстати, это тоже обычный венский лагерь с немножко модернизацией, апгрейд такой. 50-го там алкоголя, как вискарь, обычный лагерь, легенький, легкий такой же. И они тоже удивляются, что говорят, я как бы литр выпиваю обычно, меня с утра подшатывает, а твое, говорит, я три литра дал, ничего. Другой приезжает, говорит, ну я как-то выпил там литрушечку, через два часа надо было срочно куда-то ехать, и менты бам, в драгер этот ничего. Показатель все-таки вот качественное пиво, потому что лагерь, когда он бродит на низких температурах, там вот этих осевушных высших спиртов очень мало, которые дают именно перегар, которые плохо усваиваются, метаболизм, и вот этот выхлоп идет, давление, и все остальное. А когда этанол чистый, он так рассосался, как родной. Нету ни выхлопа, нету ни перегара, нету ни головной боли, на утро встаешь бодрячком, огурцом. Теперь давай к главному. Как родилась идея видеоблога? А, никак. я даже не планировал, то есть, ну, я думаю, сниму, как пиво, говорю, интересно же, для памяти будет, то есть, никакой пивоварни, какая пивоварня, вообще даже в мыслях никаких не было. То есть, поснимаю, там, посмотрю, что получится. Наснимал, ага. Так, кто монтировать, умеешь монтировать? Он такой, я как бы не знаю. Да, да, да. Он такой, чего? Ну, так. Дядя, отпустите меня. Я уже не хочу. Узнавать, какие программы монтировать, ага, начал тоже, там, пытаться как-то. Да, зеленые ковры, даже были, все было. Свободное время было, какое-то, ну, отработал, там, рабочее время свое, вечером пришел и, ну, что сидеть, там, в танчике рубиться, что ли? Ну, давай, видео сделаем. Ну, как-то оно затянуло, и потом вот, пошло, пошло, потом людям стало нравиться. А я же как тот первоклашка, который узнал что-то интересное, блин, по пиоре, вот, надо рассказать, и как к родителям бежишь, знаешь, что-то рассказывает, да, там, вот, диацетил, а вот как его убрать, вот так вот, потому что надо постоянно побрать. Ну, я знаю, что, ну, я сам время от времени тебя смотрю, у тебя интересные видео, ну, в плане того, что они жизненные, они там не наигранные, там, что мы такие, там, поднялись в горы, нашли травку, там, чулк-чулк, смотрите, оу, и у нас уже партия в миллион бутылок, и там, ааа, мировая знаменития. Нет, у тебя там все, ты рассказываешь прям вот, как надо, как не надо. история моего развития. Жизнь реальная домашнего пивовара, который начинает, типа, все, я захвачу мир, сейчас получилось первое пиво, люди, друзья собрались, такие, классное пиво, все, и ты такой, уже представляешь, как ты такой, брюдок, такой именно, где-нибудь, в Кременчуге, такой, Кременчугский брюдок, сейчас все люди, ставят в очереди за своим пивом, и ты начинаешь там варить, бах, слил одно, второе вылил, третье, не получилось, потом такой, так, надо расширяться, мне не хватает объема, купил там ЦКТ, к черту снес дровяной сарай, там угольный, построился там, и такой, ага, все, сейчас, а потом, и, следующее видео, все пропало, а потом начинается ситуация в том, что надо же продавать, потому что надо же как-то зарабатывать, и все, и тут становится сразу, понеслась лицензии, все остальное, контроль качества, на этапе становления познакомился с Димой Некрасовым, Дима, привет большой, спасибо огромное, не перестаю говорить спасибо, очень помог в момент нашего развития, потому что система такая была еще непонятная, как эту пивоварню открывать, а First Dnepro, они же уже проторили дорожку, уже понимают, где я, какие камни, меня же все посылали в это укропиво, давай укропиво, без укропиво, никуда ты не пройдешь дальше, все, стопе, документы, говорят, нет, какие укропиво, это же частная, кучка людей, да, решила, а что бы нам не брать с пивоваров деньги, за сорта там какие-то, то есть ты придумал сорт, они сидят, ждут, ты приносишь им пиво, платишь деньги, и сидишь, ждешь вердикт, разрешат, не разрешат, все, это все старая система, которая вот, да, совок, не давала развиваться, то есть она рассчитана, что ты будешь делать три сорта, то есть ты светлая, полутемная, темная, ну, пшеничная может быть еще, все, вот за три сорта заплатил, и вари себе до потери пульса, блин, пока все это не накроется медным тазом. Ну смотри, вот, ну получается, ты начал снимать блог, люди начали требовать, я смотрю, что, ну, у тебя очень много людей смотрят, ну, по всему СНГ, там, и Белоруссия, и в России много смотрят, да, и в Украине тебя тоже очень много смотрят людей, и люди начали писать, там, там, дай пиво попробовать, там, ну, и ты решил, что пора расширяться, да, и строить свой пивоваренный завод, ну, заводик. Ну, заводик, да, ну, сейчас у меня объемы 300 литров, это, ну, чуть-чуть больше, чем домашние объемы, ну, практически на квартиру. Головника стало больше? Намного. Намного, да, да, я не представлял, какая неповоротливая наша система. потому что есть некоторые такие фанаты, там, которые сейчас там варятся дома, и такие, а, класс, вот сейчас, сейчас попрет, вот сейчас, вот с чем сталкиваешься, самые такие основные моменты, на которые стоит обратить внимание? В этом есть, как бы, и моя вина немножко, потому что я много людей подсадил, они, как бы, с моих видео узнали тоже, как я в свое время, что можно варить дома, начали варить, офигели от счастья, все, тоже открываемся, давай, приезжают, тоже у меня там, консультируются, что надо, для открытия пивоварни. Я говорю, спокойно, подхожу, беру пачку документов, говорю, это не все. Я говорю, стопе, еще пачку документов, вот это вот. Говорит, вот это вот все, да, говорю, вот это все, то есть, огромное количество бумаг, разрешительных инстанций, всяких лицензий, бумажек, тебе надо разработать сорт пива, не просто, как ты там, на бумажке написал, ну там, засыпь такая, это дрожжи такие, это бродит там, 20 дней, нормально, прокатит. Нет, это надо, надо государственный образец, ты должен, там, в заголовье, там, тут, шапку поставить, тут, место для подписи, в правильном месте, потом список всех пунктов, которые там по закону надо, то есть, там, рецепт, это документ на 15 страниц, и это все надо, как бы, понимать, разработать, и записать, и предоставить, если что-то не так, то есть, нет, парень, это не так, иди переделывай. Ну, это только один этап, остальные этапы, это все, то есть, подтверждающие документы. Ну, короче, очень много головняка. Очень много головняка, бюрократии. А скажи, пожалуйста, вот самый сложный сорт пива, который ты сварил у себя, неважно, домашний, домашний, самый сложный для тебя был? Самый сложный, наверное, смородиного. Дома, дома, да, я варил имперский стаут, медово-смородиновый имперский стаут. О, звучит вкусно. Да, очень вкусно, и у меня осталась одна бутылка, и уже три года, и это еще вкуснее. Ну, я представляю, С годами получается там просто... Это шедевр. Шедевр. Харьковская зерновая пивоварня. Ну, то есть, все называются вау, там, мега, брювери, ядерные бомеры, айсмен, брювери, там, брю, там, что-то еще. Брю-брю, брю-брю. А тут такой, знаешь, читаешь, Харьковская зерновая пивоварня. ХЗ. ХЗ, да, то есть, почему именно, ну, так вот, просто так вот тут? Ну, я же тебе говорил, что я как-то с крафтом познакомился, но потом уже, может быть, я потом, да, тоже, там, айсбок, брю, блин, какой-нибудь был бы. Ну, а так, нормальное название, локальное, я как бы не рассчитывал на мировое господство. Поэтому, чтобы люди понимали, Харьковская, Харьковская зерновая, ну, да, могут спутать с какой-то зерновой компанией, но, во всяком случае, понятно, что я, то есть, только с зерна делаю, потому что очень много разговоров было, ну, сейчас это, конечно, такой, непонятный трэш, что там с порошка, с какого-то делают это пиво, ну, все равно это бытует мнение, вот, а так понятно, что в Харькове варят, там, с чистого зерна, нормальное пиво. С украинским сырьем работаешь? Да, да. Ну, а на старте лучше домашнику, с каким, с украинским сырьем работаешь, или уже с импортом? Дома я начал работать с импортным сырьем, был, не сказано, рад и счастлив работать, потом думаю, ну, куплю наше украинское. Блин, что оно такое мутное? Молоко какое-то, оно не осветляется нифига, блин. Потом после брожения, то есть там фильтрация, какие-то есть нюансы, там всплывают, там разные, там семечки, там травки. бычки, ну, не бычки, но всплывают, да, куски бобра, как-то перемолола, как комбайном, да. Потом все это осветляется, как бы осаживается вместе с дрожжами, в принципе, неплохое пиво, но какой-то там привкус все равно есть, такой. Не тот. Ну, может и тот, может он свойственен именно украинскому сырью, хотя мне говорили, что и Германия, и там, и Бельгия закупают на Украине солод, они выращивают, у них даже поля какие-то есть, они выращивают, забирают туда, то есть, в принципе, это тоже на нашей земле выращенное, по вкусовым должно, но что-то не получается. Скажи, почему дегустатор меда? Дегустатор меда, потому что я, как бы, пчелками занимался, у меня пчелки были, я люблю мед, ну, сейчас там пара уликов осталась уже, никак не могу бросить, переключился на пиво, вроде не хватает времени на пчел, но все равно там две семейки живут, люблю мед, поэтому дегустатор меда. А скажи, пожалуйста, кто по твоему мнению, ну, сейчас вот ты общаешься, ты такой, очень, как в своем круге общения, то есть, тебя не видно там на фестивалях, последний раз только на краскультуре, то есть, по фестивалям ты ездишь просто как гость, то есть, не выставляешь свое пиво, хотя, я рекомендую тебе отвезти там и на киевский фестиваль, чтобы с тобой познакомились, потому что у тебя очень хорошее пиво. Скажи, какие вот, ты же пробуешь пиво, других пивоварен, себе там, дегустируешь что-то, вот, что последнее тебе понравилось, вот такое знаешь, на что стоишь? Знаешь, очень мало, очень мало. Пробуешь или мало понравилось? Мало пробую, мало пробую, потому что, как я рассказываю, у меня какая-то фобия еще с тех времен, когда у меня от пива, то есть, я практически только свое пиво. В принципе, можно сказать, я для себя это делаю, для друзей, то есть, то пиво, которое через меня проходит, никаких побочных эффектов, я могу как бы выставить и рекомендовать людям. Бывали случаи, что тоже у меня, то есть, неправильное брожение, там, какие-то там ингредиенты, нити, у меня опять там головные боли какие-то бывали, поэтому я очень аккуратно и все время жду, что у меня какая-то головная боль начнется от пива. Стоит оно пробовать или не стоит? Поэтому я пробую, но очень-очень мало, очень мало. Ну, а так, можешь на скидку, что понравилось? На скидку хопи-хок, тирамису. Да, все говорят, да. Шикарная штука. В Днепре здесь вот на крафт-культуре попробовали, конечно, я не ожидал просто вот кусок жидкого торта, так бам. Игорь, а у тебя что, какое любимое? Какое любимое? Ну, даже на вашей пивоварне, там, давай так. Да. Все. Все. Это сложно сказать, потому что тут уже ногой уже давит кое-кто. Не, а так вот ты что-то из не вашей пивоварни что пробовал, что понравилось? Да, разные. Ну, например, я больше пробовал, чем он. Мне больше, больше дегустатор. я больше дегустатор. Я. Ну, я много перепробовал, могу многих рассказать. Например, трипель я у них пробовал, шикарные. Вообще, у дедов молоко стаут вообще шикарные. Саур мы пили у Шо. Вообще, супер, 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 ягодный. Да, вот тирамису вы говорите у Хопи Коха у них или лавандовый был шикарный. Да, лавандовый стаут хороший очень. Да, я, что еще, колоб еще. Вообще, когда последний раз мы пробовали вот стаут тоже, Витя, как правильно? Что творит? Что он творит? Витя, привет. Сейчас Виктор Ващук ушел в космос, у него сейчас там такие эксперименты. Витя, молодец, ему карбланш дали, он, конечно, сейчас творит такое. Я думаю, через пару лет там будет. я думаю, что через пару лет и ты будешь таким. Надеюсь. Так, ну что ж, друзья, мы пообщались с Витей, мы пообщались с Игорем, вы узнали просто, что это за ребята, подпишитесь на Дегустатора меда, в Ютубе канал, посмотрите, больше узнаете, если вы не знали об этом человеке. Сейчас мы будем пробовать пиво, которое ты с собой привез, по правилам дегустации мы пробуем два пива, которые твоих, одно пиво, которое ты не знаешь, пробуешь слепую, дабы рассказать хорошо, плохо, ты не знаешь бренда, не знаешь марки. Я сразу говорю, что я так себе дегустанер. Что плохо, сразу плохо говорю. Я свою это копью. Итак, мы будем пробовать венский лагер. Да, это харьковский лагер, это обычный венский лагер, немножко плотнее, там 12,5%, начальная плотность, но с небольшим дополнением, он охмелен мозаиком, на сухое охмеление. Это не добавило горечи, это добавило ароматики. То есть это обычное, хорошее питьевое пиво, которое можно кружку всадить, вторую всадить и нормально там посмаковать. Там с теми же джерками, колбасой, сыром, таранкой, без разницы. То есть народное, нормальное пиво, но такой переходной вариант, чтобы люди понимали, что есть не просто такое вот солодовое там среднее пиво, а еще вот есть такая ароматика интересная, потому что вот... Так мы будем пробовать, ты расскажешь. Да, да. А второе, это у нас крамп. Второе, да, это уже такой дичка, дичка немножко получается. Хорошо, окей, не рассказывай, я хочу попробовать. Да. Итак, первое пиво, которое мы будем пробовать в Харьковской зерновой пивоварни, Харьковский лагер, это венский лагер, немножечко видоизменил, чуть-чуть. Чуть-чуть. А, кстати, мы будем пробовать это из бокалов Кронос, это компания Партнер Декор, наши друзья, наши лучшие бокальные представители в Украине. Это вообще по всем мире. Да, это специальный бокал для дегустации пива, то есть кроссно, бокал, в котором время замирает. Ну, в аромате чувствуется белый хлеб, мякоть белого хлеба и хмель. Чувствуется хмель, ты говорил мозаик, да? Мелевой, да, сразу. Мозаик добавлялся, Да, да. Это чистый венский лагер. Изначально, как он должен быть? 100% венского солода, лагерное брожение, 30 дней и на сухой, уже на холодное, чуть-чуть мозаика, именно, чтобы вот дать новый толчок, ароматику старому, хорошо знакомому пиву. Ну, вот сейчас он постоял чуть-чуть и уже в аромате солода эти медовые и солодовые нотки уже появились. Венский солод, да. Очень классно, если бы не было горчинки хмелевой, он бы был сладковатый, вот я чувствую прямо этот. Ну, как обычный вот венский. Но горчинка дает, знаете, вот такое, это не ИПЛ, то не Индия, ПЛЛ, это не пилсный рок какой-то, но вот вы знаете, блин, интересно. Что-то среднее такое, да? Да, ну, честно, я в замешательстве, потому что я понимал, что хмель даст какой-то свой профиль, аромат такой лагера, первый глоток лагера, но потом на послевпусте появляется хмелевая горчинка и она сбивает с толку. И в то же время он питьевой. Да, то есть его можно хорошо попить. Ну, классный вкус, вот честно, хочется еще пить и пить, вот правда. Легкий, лагер ровный. Вот это хмель, хитрое пиво, потому что хмель, вот эта горчинка, она дает желание, такое, знаете, как позыв сделать еще глоток. Как бы, знаете, как запить эту горчинку, вот запить, запить, и хочется постоянно пить, потому что, когда делаете первый глоток, у вас даже легкая сластинка появляется, а потом уже, оп, послевкусие. Ну, вот она же не доминирует. Я именно хотел, чтобы не увеличить горечь обычного пива, ну, как обычного лагера для народа, чтобы дать понять людям, что есть не просто вот усредненный евролагер, а есть еще вот следующая ступень, то есть охмеление, и охмеление бывает интересным и разным. То есть, как бы, следующая ступень, ну, к крафту такому. А дальше, может, люди уже пойдут там IPA какой-нибудь, просто PLL пробовать. Ну, я вам хочу сказать, что не сильно сумасшедшая карбонизация, то есть приятное, мягкое пиво пьется легко. Послевкусие. В послевкусие, я же говорю, что остается такая легкая сухость и какая-то вот эта вот немножечко там щипающая горчинка, которая заставляет сделать еще один глоток. Это простое народное пиво для народного дегустатора и для народа. Не буду здесь рассказывать про то, что тут десерты, как я люблю. Нет. Здесь четко хорошая рыба копченая, стейк, колбаски какие-то. То есть, вот все, что мы любим. Вот сел, поел, запил. Вот это пиво для того, чтобы пить. На природу оно, там в гостях посидеть оно, где-то просто в бане посидеть. Ну правильно, народное пиво. Знаешь, как по правилам надо вот приходишь, наливаешь пол-литра, хлоп, наливаешь вторые пол-литра и потом уже как бы начинаешь разговаривать обо всем. Реально народное пиво, я всем рекомендую попробовать, скажи, где его можно приобрести. Пока только у нас, у нас есть паб небольшой и два магазинчика в Харькове. Вот у нас оно продается как бы. В общем, пишите Харьковское зерновое пиво. Да, можно заказать у нас, кстати, на сайте есть интернет-магазин и там мы продаем, можно заказать. То есть все по-взрослому, интернет-магазин, там домашний пивоар бывший, там интернет-магазин у него. Да, уже живем оказывается блин, в 22-м столетии, да, и надо как-то смартфоны, все эти интернеты, без них вот никуда. Поэтому. Ну, общий вывод, я вам хочу сказать, очень хорошее пиво, питкое, то есть это не для бергиков, не для там каких-то пивных гурманов, это пиво для тех, кто любит пить пиво. Хорошее, приятное, мягкое, вот если вы хотите попробовать что-то вкусное и простое, но в то же время знайте, что оно качественное, вот Харьковское зерновое пивоварня, Харьковское самое главное для меня, что оно без побочек и после него я точно знаю, что сколько бы я не выпил, не будет болеть голова, не будет ничего. Ну что ж, поехали дальше, друзья, и мы пробуем Крампус, это Крисмас Балтик Портер, я уже нюхал его, это прям шикардосный, шикардос, расскажи, в чем секрет этого пива. Я хотел сделать такое вот рождественское, рождественское пиво, вот прямо, чтобы прям вот Рождеством из бокала вот прям выпирало, потому что те рождественские сорта, которые я пробовал, ну, мягкая такая какая-то, там специи какие-то трудно уловить, мне надо, чтобы был вот егермейстер, знаешь, такой пивной, глинтвейн такой пивной, и в то же время я вот подумал, что специи могут конфликтовать именно с высшими спиртами в обычном стауте или портере, который на высоких температурах бродится, поэтому решил сделать лагер, балтийский портер, именно низовое брожение, чтобы профиль был чистый, а именно специи львали. Прешься по лагерам, я смотрю? Да, лагер, опять-таки, мое больное детство, я все боюсь головной боли от неправильного пива, поэтому все-таки все эли, они с высокой концентрацией все-таки высших спиртов, и нет-нет, где-то там температура скаканет, и севуху получаете. севушку такое будет у меня не вечер, а таблетки буду запивать, поэтому, а лагер, лагер его можно выпить, посидеть, еще выпить, еще, 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 и как бы ничего тебе за это не будет. Ну что ж, давайте пробовать Крампус Крисмас Балтик Портер. Ну я не знаю, что сказать, это, блин, вы знаете, вот такое ощущение, как будто ты упал в гору имбирных пряников, тебя сверху засыпают корицей и поливают егермейстером, вот так вот, если, а ты такой лежишь, знаете, в этой куче, все пахнет, бабочку делаешь, бабочку, да, очень крутой аромат, аромат на самом деле, ну блин, вот, если вы знаете, вот, ну очень круто, вот прям. Тут вот именно нету ничего хмелевого. А что ты добавлял сюда? Из хмеля или вообще? Вообще. Хмель тут на варку немножко для горечи, вилломед, чуть-чуть, совсем, как бы, надо для пива, пиво без хмеля, это уже, да, и потом 9 специй, да, я перебирал специи, со специями, кстати, очень трудно работать. Вот, кстати, ты можешь обратиться к ребятам из Хопи Хок, у них Алена, она у них кондитер, и она чемпион мира вообще по работе со специями, она прям знает, как эти специи соединять, вот они были здесь, мы общались, она прям такое, ты ей говоришь специи, она тебе чик-чик-чик, уже сразу формулу нарисует, так, рекомендация тебе. Да, спасибо, Алена, так что пообщаемся. Со специями трудно работать, да, потому что их много, каждый дает свой профиль, каждый надо знать, на какой этап вносить, как его обрабатывать, то есть, может получиться не очень-то вкусно, на самом деле, поэтому и разные концентрации надо давать, то есть, я долго перебирал именно количество разного, разных специй в соотношении, там, что-то на варку, что-то на брожение, то есть, как-то вот, играл с этим, ну, результат мне как бы нравится. Давайте вкус. Вы знаете, я не люблю разбрасываться комплиментами, но я вам хочу сказать, что это, наверное, одно из некоторых пив, которые мы последнее время пробовали, где аромат плавно перетекает во вкус, то есть, вот то, что ты чувствуешь в аромате, вот это вот рождественское, это джингл белл, это танцующий Санта-Клаус, и вот оно есть во вкусе. Нету дисбаланса. Нет дисбаланса. Вот во вкусе, там, специи, то же самое, праздник, вот и в аромате, и во вкусе праздник, поэтому... Чуть-чуть пьешь, оно ровное, а в конце после вкуса такое сладковатое, и на языке остается вот этот пряник имбирный. Вы знаете, нет выпирающей крепости, нет какой-то вот, оно все сбалансировано, и, блин, ну честно, я вот, ты реально, я только фламинго у тебя пил, но вот сейчас два вот у меня, ну туда, по крайней мере, я любитель всех таких вот замороченных сортов, вот это прямо сейчас у меня, знаете, фух, хочется имбирный пряник съесть, реально хочется съесть имбирный пряник, и как бы это грязно не звучало, посидеть на коленках у Деда Мороза, загадать желание. Очень классное пиво. Ты его варишь только сезонно, какому-то там, да? Да, я его сварил именно к Рождеству, немножко оно у меня запоздало, потому что я был недоволен к Рождеству его выдержкой, то есть я сварил его там за два месяца до Рождества, и оно не настоялось. Были, вот знаешь, как бывают такие вот углы резкие, вот пьешь там где-то вот горчинка резкая, там какой-то вот паленкой какой-то отдает, не должно быть этого. То есть оно постояло, оно созрело, оно в холоде, и вот как-то все вот это округлилось, такой пряничек такой, вот рождественский. То есть надо, чтобы понюхал, и ты понял, что, блин, праздник, Рождество, пацаны. На послевкусии, кстати, сейчас в Днепре снег лежит, на послевкусии очень классно ощущается вот имбирный пряник, и карамель появляется, такая тягучая карамель. Ну вот, как ты сказал, пряник, имбирный пряник, что-то такое, ну, рождественское, я не знаю. Хотите разорвать себе мозг, я вам скажу, возьмите чернослив, чернослив, макните его в Егермейстер, именно чернослив, макните в Егермейстер, и съешьте его. Я вам серьезно говорю, вам просто порвет рецепторы. Очень вкусно это будет, и я уже представляю, как я это... Опять-таки, да, в наших магазинах и в интернет-магазине. Можно заказать, пришлем с удовольствием, нальете себе бокальчик, сядете у камина, укутаетесь пледом, и будете потягивать, коротать вечерок. Это вот идеальный вариант для, я думаю, для этого пива. Общее мнение, я вам хочу сказать, что, ребят, это очень крутое пиво. Я говорю, что я балтийских портеров, ну, там, ПКФ пробовал, там, немного, как-то вот, именно удачных, очень немного удачных балтийских портеров встречал. Дитька, по-моему, балтийский портер, тоже неплохой. Я бы его выдержал в бочке, еще, ну, понятно, из-подвиска. Да, да, да. Ну, это очень круто. На самом деле, я для себя сейчас харьковскую зерновую пивоварню открыл по-новой, точнее, просто открыл для себя, потому что это очень вкусно. Это очень вкусно, и я думаю, что, если вы сварите стаут, вот, с таким же, с такой же комбинацией специи, это будет прям... Да, поэтому... Крепче сделать. Тут, как бы, балтийские портеры, они крепкие, от 15 и выше, но я сделал такую лайт-версию от 15 градусов, ну, 15% начальной плотности у меня тут было, чтобы... Можно было пить. Да, 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 чтобы не ощущалось такой алкоголистости, вот такой, чтобы не было такого послевкусия. Это бывает от крепких сортов, это она выпиваешь, вкусно, классно, потом такое, знаешь, изморозь пошла по спине, блин, от алкоголя. На самом деле, классное пиво, ребят, я всем рекомендую его попробовать. крампус, Витя Юхно, пишите ему, Харьковская зерная пивоварня, ну, крампус вы должны попробовать, это очень вкусно, это прям круто-круто. Да, ну, как бы у нас такого мало пива, в основном стараются, знаешь, охмелёнки делать, всё такое, вот, по наезженной тропе, именно со специями, ну, мало работают, мало, мало работают, и с ними сложно работать. Ну, круто. Ну, что ж, друзья, сейчас будет дегустация вслепую, сейчас мы узнаем, насколько Витя Юхно дегустатор, насколько он понимает. Я дегустатор, если что. Задача твоя не угадать стиль, там, ничего, просто рассказать своё мнение, хорошее, плохое, вкус, аромат, то есть, не нужно заморачиваться, там, уходить в эти дебри дегустаторов, нет. Ну, а я себя не делаю, там, в суперсомелье. Потому, что, не знаю, просто почему мы это делаем, для того, чтобы, не зная бренда, знаешь, потому что, смотришь, ой, эта пиварня мне не нравится, всё, значит, пиво у них плохое. Не зная бренда, должен попробовать и рассказать. Самое главное, там, через полчаса, если у меня с головой будет всё в порядке, значит, нормальное пиво. Я предлагаю тебе повязочки, есть у нас совушки, есть вот такая, есть вот такая классическая и есть у нас вот такая вот с глазами. Ух ты. Какая повязочка тебе больше всего? Давай совами. Да, у нас совы. Все выбирают совы? Все любят сов. Да? Да. Давай. Так, всё по-честному. Ну, да, вроде. Не видно ничего? Нет, ничего не видно. Ну, это просто, чтобы все говорят, а, там подставлено, у него там всё написано. Нет. Да, кстати, вот слепые дегустации намного объективней дают результат, потому что бренд очень сильно влияет, очень сильно. Итак, на, пиво. Тебе задача описать просто аромат, вкус, нравится, не нравится, всё просто. Хмелевой. Хмелёк пошёл такой. Ну, на ПЛЛ похоже. Ну, очень хороший, чистый, хмелевой аромат. А чем пахнет? Примерно, можешь какой-то хмель, ну, предположить, какой хмель? Ну, пахнет тропиками, ананас, манго. Что может такой профиль? Ну, просто какой-то хмель, угадай, какой может быть? Мозаик, цитра, цитра какая-нибудь, ну, да. Как аромат, нравится тебе? Да, очень, хороший аромат. Ну, лёгкая горчинка, на ПЛЛ похоже. Что ещё? не ипаха точно, потому что обычно у меня скулы сводят от ипахи. Такая вполне в меру горчинка, соло дайвести нету, ничего такого, чисто хмелевой такой профиль. Очень, да, очень неплохой, там, ПЛЛ какой-то. Скажи, как ты думаешь, импорт или Украина? О, ну, я такой специалист. Наверное, Украина. Наверное, Украина. А ты бы пил такое пиво вообще? Да, да, очень мультифрут такой. Мультифрут? Это сок. Отлично. Ну что, вскрываемся, и сейчас мы узнаем, кто это. Это Зёзя Брювери из Одессы. А, знаю, ребят, да. Ребята, Mosaic Special IPA, да, здесь всего 24 IBU, то есть, это такая ипашечка, которую просто пить. На самом деле... Да, всё-таки ипашечка. Ипашечка, да. Ну, это, видишь, я так понимаю, что они сделали для того, чтобы просто пить, пить, пить. Ну, да, типа вот Харьковского лагеря, чтобы оно питьевое было. Да. Хорошая ипашка, на самом деле, я бы пил. Я люблю такие ипашки тоже. Ну, больше опашка всё-таки. Ну, видишь. От 40. Да, высшее. Ну, неплохое пиво. Зёзя, вам респект. Да. Прислали мне ящик, чтобы вы понимали, это ещё пиво с января месяца лежало у меня, вот я дошёл до него. Интересное пиво, я думаю, стоит попробовать. Ровненькое, Ваня, классное пиво, обалденное. Не понравилось. Окей, поехали дальше. Ну, что ж, в гостях у народного дегустатора были представители Харьковской зерновой пивоварни, город Харьков. Неожиданно, да? Виктор и Игорь. Дегустатор мёда, это тоже они. Смотрите их, подписывайтесь, пейте. Это пиво действительно достойное пиво, несмотря на то, что это не брювери и мега вау брю. Это простые ребята, которые варят понятное вкусное пиво. Я всем рекомендую попробовать, потому что Крампус вообще прям это божественное пиво. Если вы любите хорошее классическое пиво, вкусное, то пожалуйста в интернет-магазин обращайтесь. Делайте хорошее пиво, развивайтесь, не ограничивайте себя на обычных сортах, смотрите специализированные каналы, как народный дегустатор, дегустатор мёда, они плохого не посоветуют. И приезжайте на интервью к Андрею. Очень интересно. Ну что ж, мы вам дарим подарки, это эксклюзивные бокалы от наших друзей Парфер Декор. Спасибо большое. Чтобы вас было дегустировать, что это limited edition, то есть это ограниченная партия. Будете знать, где вы были, что пили. Постоянно с кружки дегустируют. А тут как бы нормальный бокал. Да, спасибо большое. Ребят, спасибо, что смотрели. В гостях еще раз напоминаю Витя, Игорь, это представитель Харьковской зерной пивоварни, дегустатор мёда, друзья. Ребята, все смотрели этот канал. Очень круто. Спасибо вам большое. Спасибо, что уделили время. Друзья, спасибо, что смотрели, спасибо, что лайкаете народного дегустатора, спасибо, что подписываетесь. Благодаря вам мы становимся лучше, мы становимся красивее, нас смотрят больше людей. Благодаря нам вы узнаете о новых пивоварнях, о новых сортах. Спасибо, что смотрите, спасибо, что развиваетесь. Любите друг друга, будьте добрее, пейте хорошее пиво и да пребудет с вами хмель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА